Фенюша. Джанюша. Вот так Джон проводит большинство своего вечера. Иногда Феникс ему помогает. У нас в гостях еще БАД, овчатка. Вот его там видно. Джоника сейчас убрала его комнату и все остальное выглядит ужасно. Но ничего. Здорово. Паша домом. Более-менее дом убран. Сейчас Джоника. Феня, Феня. Заигрывает с Феней очень много. Смоки, что ты это делаешь? Понятно. Пришел почесаться на камеру. Ты не нужна жакета, чтобы надеться на камеру. О, окей. Всем привет. Я ужасно выгляжу. У меня простудит. Так что я скрываюсь от камеры сейчас. Сейчас Джоник нам покажет, как с Фениксом играть в хоккей. Давай, Джон. Я сяду здесь, чтобы видеть хорошо. Ну, как-нибудь. Не знаю, Феня там, если заметит, что я его снимаю, она обязательно скосфудится. И БАД тоже пытается включиться. Я думаю, что ты потерял ваша аудитория, Джонни. БАД и Феня. Это тоже вечная тема. Они вдвоем. БАД, собака, дочки Паши. Который живет рядом. Ау! БАД! БАД! Ты получил это на фильме, Джон! БАД! И ты получил мою руку! Это было невероятно! БАД! Я не могу! БАД! 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 Подожди, НО! Подожди! Джон хочет мне... ААААА! Джон опять хочет попробовать мне этот мячик. Не надо! Не надо! Джон, все. Он разыгрывается тоже. Я выгляжу ужасно, но все равно будем на камере. Собаки там издеваются на друг друга. Джон is gonna try to kill me again. Джоник постарается опять мне попасть в лицо и повторить свой рекорд. Сейчас увидим. Нет, не попал. Ау! Попал! Мне больно этот мячик такой вот. Очень-очень-очень прозрачный. Его не страшно. Тим Джонни! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я очень рад. Хорошо, я остановлюсь. Джоннику убрали сегодня комнату. Она выглядит в неплохом состоянии. Вот это ее нужно подобрать. Он гордится. Хотелось, чтобы я показала. Вот всем, кому интересно. Его комната. Остальные комнаты мне еще убирать и убирать. Очень долго. Эта пирамидка, это из гималайской соли. Она и светит, и ощущает воздух. А Джонник очень ее любит и всегда оставляет. И в хоккейные штуки и так далее. На двери, конечно, все наклейки. Здесь тоже разные моменты красивые. Мы сейчас готовимся идти на ужин к маме Пола, которая тоже рядом живет. И она готовит сегодня обед. Но до этого с собаками соревнований. Давай, Джонник, давай, 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 давай. Помнишь, мам, он не всегда. О, это было смешно. Он прошел на Фини. Ладно, все, мы проголодались. Я пойду сейчас собирать трупы, пойти поесть. Блин, Гад, the recording wasn't working. Давай. Ну, ничего, нормально, нормально, Владимир. Ничего. Паша очень серьезный. Там разбирается. Давай. Шайбу, 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 шайбу. Выступает Джон Владимир Лейси. Ааа, ноу го. Финя, а ты куда смотрел? Ой, 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 ой. Понятно. Ни дайки, да, Джонни? Аааа! Я это получил на камеру, ну, по крайней мере. Ааа! Джонник! Ааа! Настяк. Настяк. Настяк, ой. Настяк. Точи. Настяк. last time you get last strike go from a distance it's not fear up close давай на колени не попал ладно молодец все пока вот так устали мы такие заснули вот такие лапушки водные вот такие хорошие фенечки после охоты очень устал наш зайчик после охоты скажи после всех игру лик с нашим братом да все такие пошкребанные бедные собаки все устали уже спать как пора ушнул фенюша феня не заснул он переместился вот сюда вот да ну как только я достала и поставила сюда коконатные масла он сразу же не вижу он сразу же березов он сразу же и убежал почему ну бежали почему мы убежали потому что мы знаем что нам сейчас будем над делать мы знаем что мама сейчас будем нам делать извините нефертити да мама просто берет ручку чистую и засовывает туда немножечко достает своими ногтями и она буквально в секунды растворяется на пальцах конечно и этой растворенной смазью я пытаюсь пока фене все не слижет конечно обрабатывать ему глаза потому что после охоты фене и наф после охоты это так важно потому что он же бедняга лезет через все эти кусты через все мне нужно обработать все его лицо этим кокосовым маслом чтобы фенюша продолжал процесс залечивания между всеми прыгать и это масло хорошо для всего и внутрь собаки и внешне я еще немножко забираю аккуратненько и опять растворяю на быстро 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 в руках просто моментально можно растворить очень приятную для моих рук тоже это мы с чурой же фене успокойся так стоп 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 теперь я другой глазик ему обработаю вот под глазиком на глазик везде аккуратно спокойно чтобы собаке на было приятно чтобы мог доверять мамочки и значит все хорошо никто его не обидит и вот так спокойно где могу спокойно таким массажиком намазываю намазываю собаке на голову он лижет а я так массажирую остальное масло прямо ему в головку в мордочку я в мордочку наш любимую да и немножечко даже вот сюда да оно везде хорошо для собаки и для всякого раздражения так что я быстро вот так вот прочесываю до фене теперь похоже у нас вся камера в коконате или мне так кажется на фене теперь все в коконате вот фене в коконате лучшая самая история да и потом когда мама делать такую проработку ему да у него очень быстро заживают все царапины которые он привирая приобретает во время охоты естественно так что нужно естественно чтобы была дома мамочка или папочка или братик которые послушного собаки на могут помазать коконатовым маслом чтобы у него все было хорошо собаки это очень нравится запах прекрасный для шкуры прекрасный для шкуры сейчас мы с тебя снимем шкуру фене для самой собаки для лоска которые появляются на и его шевелюри это тоже бархатное такое ощущение все фене пока папа сказал что у меня искренне здесь так что я оставляю тебя еще раз показываю не использую вот такой нормальная органическая в коконатуре мы купили это в каску это их бренд то есть гораздо дешевле чем что это с другой но я просто обожаю я просто обожаю ух понятно анджеевис Субтитры сделал DimaTorzok